Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока – потенциал и разность потенциалов. Этой темой мы с вами продолжаем изучение основ электродинамики и сегодня мы познакомимся с еще одной характеристикой электрического поля. Эта характеристика называется потенциал и ее часто называют энергетической характеристикой электрического поля. Но начнем мы с вами обсуждение этой характеристики с работы электрического поля. И в этом случае мы должны с вами вспомнить о том, что электрическое поле совершает работу по перемещению электрического заряда. Давайте с вами обратимся к нашим записям, посмотрим на характеристику, которую мы с вами уже изучали на предыдущих уроках, и рассмотрим запись работы. Итак, посмотрите, пожалуйста, одну характеристику электрического поля. Мы уже с вами знаем. Это силовая характеристика, которая называется электрическая напряженность. Обозначается она большой буквой Е и определяется как отношение силы, действующей со стороны электрического поля, к величине заряда, который внесен в это поле. Следующее уравнение, которое здесь написано, это электрическое поле, напряженность электрического поля, характеристика электрического поля напряженность, которая определяется для точечного заряда. И формула для вычисления следующая. К умножить на модуль Ку нулевое, деленное Эпсилон Р в квадрате. Мы с вами об этом говорили, и формулы эти нам, конечно же, сегодня понадобятся. Что же касается работы электрического поля, обратите внимание, то из механики мы с вами знаем, что работа определяется как произведение силы на перемещение и на косинус угла альфа между направлением силы и направлением перемещения. Вот если это уравнение использовать для определения работы электрического поля, то мы с вами должны вспомнить и записать, что сила в данном случае это сила электрического действия, то есть действие со стороны электрического поля, выражается как произведение Е напряженности умножить на величину заряда Ку. И тогда формула для записи значения работы электрического поля выглядит следующим образом. А равняется Е умножить на Ку, умножить на С и умножить на косинус альфа. Вот когда мы с вами говорили о работе электрического поля, то мы понимаем под этой работой следующее. Электрическое поле совершает работу по перемещению электрического заряда. Другими словами, если электрический заряд попадает в электрическое поле, то он испытывает на себе действие. И это действие приводит его к движению и, соответственно, к перемещению этого заряда. Для простоты мы с вами рассмотрим однородное электрическое поле на нашем рисунке и запишем формулы для вычисления работы электрического поля. Итак, посмотрите, пожалуйста. Мы возьмем две плоскости. Мы уже неоднократно рассматривали эти плоскости. Одна из этих плоскостей заряжена у нас положительно, другая отрицательно. И, естественно, между ними у нас создается однородное электрическое поле. Вот если теперь расположить пробный заряд, положительный пробный заряд, возле положительно заряженной плоскости, то, как вы понимаете, этот заряд придет в движение и переместится из этой точки вот в эту точку, то есть ближе к плоскости, которая заряжена отрицательно. Под действием, конечно же, силы, действующей со стороны внешнего электрического поля. В этом случае мы с вами понимаем, что работу, которую совершит электрическое поле, можно определить следующим образом. А равняется Q умножить на E и умножить на D, где D – это расстояние между пластинами, соответствующее по модулю именно перемещению этого заряда. В этом случае мы с вами должны сказать следующее. Обратите внимание, что если мы будем перемещать заряд по произвольной траектории, вот, например, по вот этой наклонной линии, то в этом случае работа электрического поля все равно будет определяться по указанному уравнению. Дело все в том, что эту линию мы можем представить в виде вот такой ступенчатой, и в этом случае работа по перемещению заряда вдоль плоскости, обратите внимание, вот по этой линии, не будет совершаться. Дело все в том, что в этом случае сила, которую мы с вами рассматриваем, как силу, действующую на электрический заряд со стороны электрического поля, будет направлена под углом 90 градусов, а в этом случае косинус 90 градусов, как вы знаете, равен нулю, и работа в этом случае не совершается. Вот это очень важное заключение, которое мы с вами сделали только что. Мы относим именно к данному электрическому полю, к его именно энергетическому значению. В этом случае мы с вами говорим следующее, что при передвижении заряда, перемещении заряда из одной точки в другую, потенциальная энергия этого заряда, конечно же, уменьшается. И в этом случае мы должны с вами сделать следующее. Мы должны сказать о том, что работа электрического поля определяется, как разность потенциальных энергий по перемещению этого заряда, взятые с противоположным знаком, то есть со знаком минус. В этом случае мы говорим следующее, что энергия заряда в точке 2, минус энергия заряда, которая была в точке 1, и обязательно со знаком минус. Дело все в том, что потенциальная энергия заряда в точке 2 будет меньше, чем в точке 1. Поэтому и знак мы выбираем минус. Обращаю ваше внимание, что именно поле, в котором совершается работа за счет взаимодействия зарядов, может определяться как поле потенциальное. И именно эта потенциальная энергия в данном случае наводит на мысль об аналогии электрического поля и гравитационного. Вот теперь мы можем с вами перейти непосредственно к потенциалу. Дело все в том, что как только мы с вами определились с работой электрического поля, мы можем сказать следующее, что потенциалом называют отношение потенциальной энергии заряда к величине самого заряда. И именно эта величина не зависит от величины заряда, и ее выбирают как характеристику электрического поля. Давайте с вами посмотрим, как обозначается потенциал и в каких единицах измеряется. Обратите внимание, что мы с вами понимаем в данном случае, что потенциальная энергия пропорциональна величине заряда. И тогда, когда мы с вами энергию разделим на величину заряда, внесенного в электрическое поле, то, соответственно, именно эту величину мы и принимаем за характеристику поля, которую называем уже теперь потенциалом. Потенциал обозначается греческой буквой φ, посмотрите, пожалуйста, и определяется как отношение потенциальной энергии заряда к величине самого заряда. Итак, величина, которую мы с вами называем потенциалом, измеряется в вольтах. То есть здесь появляется специальная единица, которая внесена в систему Си, и международная единица, которая звучит как один вольт. Это есть величина для измерения потенциалов. Обратите внимание на то, что мы уже с вами сказали о потенциале как отношение энергии к величине самого заряда. Но вы знаете, что изменение энергии определяется работой. Мы уже говорили, что работа электрического поля это работа по перенесению заряда из одной точки в другую. Ну а потенциал в данном случае мы можем с вами характеризовать также через работу электрического поля по перенесению заряда из одной какой-то известной точки в бесконечность. На бесконечности считается, что потенциальная энергия заряда этой заряженной частицы будет равна нулю. В этом случае мы можем с вами записать, что потенциал будет определяться работой, отнесенной к величине самого заряда. Давайте с вами обратимся к нашим записям и посмотрим на то, как связаны между собой две характеристики электрического поля. Итак, посмотрите, пожалуйста. Чтобы записать потенциал точечного заряда, мы должны с вами вспомнить, что поле у нас создается с зарядом Q, и в этом случае потенциал будет выглядеть следующим образом. φ равняется k умножить на Q и деленное εr. В этом случае, обратите внимание, потенциал убывает, но медленнее, чем напряженность, потому что r здесь не в квадрате. А вот напряженности r в квадрате, и там, естественно, убывание происходит быстрее. Для наших практических целей, конечно, особое значение имеет не сам потенциал, а его разность. Разность потенциалов обозначают дельта φ, вот этот треугольничек, греческая буква дельта, и обозначает она следующее φ минус φ нулевое. Потенциал в одной точке минус потенциал в начальной точке, где располагался заряд. Именно разность потенциалов обозначают латинской большой буквой У и говорят, что это электрическое напряжение. Итак, разность потенциалов – это и есть электрическое напряжение, и определяется оно как отношение работы к величине самого заряда. Мы уже с вами говорили об этом, обсуждали. И теперь мы можем сказать, что и электрическое напряжение, конечно же, будет измеряться в вольтах. Если теперь мы запишем с вами вместо работы выражение, которое получили раньше, то есть q умножить на e и умножить на d, это, соответственно, работа электрического поля, то заряд у нас в данном случае сократится, и мы получим с вами взаимосвязь между напряжением и напряженностью, то есть двумя характеристиками электрического поля. Здесь надо сказать следующее, что в данном случае мы говорим об изменении потенциалов вдоль силовой линии электрического поля. И d в данном случае – это расстояние между двумя точками на одной линии. Вот на сегодняшнем уроке мы с вами обсудили вопрос, связанный с потенциальной энергией, с работой электрического поля, с потенциалом, и какова взаимосвязь между потенциалом, энергетической характеристикой электрического поля и напряженностью, силовой характеристикой электрического поля. На следующем уроке мы будем обсуждать с вами тему, связанную с конденсаторами. А на сегодня наш урок закончен. До свидания. Мы с вами знаем, что напряженность электрического поля можно изобразить в виде линий. То есть напряженность электрического поля изображается вектором. И, соответственно, благодаря тому, что именно таким способом можно изобразить напряженность, мы получаем силовые линии электрического поля. Что же можно сказать о потенциале? Можно ли каким-либо образом изобразить потенциал графически, чтобы можно было говорить о том, что и эта величина тоже может быть показана? Вот здесь мы можем с вами использовать такое понятие, как эквипотенциальная поверхность. Вот если мы с вами посмотрим на то, что заряд, перемещая от одной точки к другой, совершается работа, но, соответственно, есть такие точки, и мы об этом с вами говорили, что перемещая заряд из одной в другую, работа будет равна. Вот соединив эти точки между собой, мы и получаем плоскость, которая будет называться эквипотенциальной. То есть такая плоскость, перемещая вдоль которой заряд, мы, соответственно, работы электрического поля не получим. Она будет равна нулю. Давайте с вами обратимся к записям и посмотрим, как выглядит эквипотенциальная поверхность. Посмотрите, пожалуйста, если мы с вами запишем, что работа электрического поля определяется как произведение заряда на напряжение, то есть на разность потенциалов, Q умножить, скобка открывается, Фи минус Фи нулевое, разность потенциалов. И если говорить о том, что работа равна нулю, то есть потенциал в одной точке равен потенциалу в другой точке, то в этом случае мы с вами получаем эквипотенциальные поверхности. Вот такую поверхность мы изобразили, и эта поверхность связана с одиночным положительным зарядом. Посмотрите, пожалуйста, если мы возьмем положительный заряд и укажем, как относительно этого заряда располагаются линии напряженности, посмотрите, пожалуйста, вот они здесь у нас указаны, это линии, которые начинаются, как вы знаете, на положительном заряде и заканчиваются на отрицательном. И соединяя между собой точки с одинаковым потенциалом, мы получаем тем самым эквипотенциальную поверхность. Вот для одиночного положительного заряда мы с вами получаем таким образом сферу. Дело все в том, что на рисунке у нас показано, конечно, плоское изображение поверхностей. Но на самом деле надо понимать, что эквипотенциальная поверхность в данном случае – это сфера, которая окружает данный заряд. Во всех точках эквипотенциальной поверхности напряженность электрического поля расположена перпендикулярно к ней. Обратите внимание, что в любой точке напряженность электрического поля будет перпендикулярна поверхности, которую мы называем эквипотенциальной. Если мы изобразим эквипотенциальные поверхности однородного электрического поля, обратите внимание, вот она у нас здесь представлена, Видите, напряженность изображена, и соответствующим образом эквипотенциальные поверхности. Они будут представлять собой плоскости, которые перпендикулярны линиям напряженности и параллельны тем плоскостям, которые создают данное электрическое поле. Вот теперь мы можем с вами сказать следующее. Дело все в том, что расстояние между эквипотенциальными поверхностями определяется исключительно произвольно. Для этого выбирают единицу измерения потенциала и таким образом строят эквипотенциальные поверхности. Так что расстояние между двумя эквипотенциальными поверхностями соответствует единице измерения потенциала. Продолжение следует...